добрый день всем кто заглянул на мой канал меня зовут регина и это мой фаленопсис антура торино тот самый который я показывала пересадку и через 10 дней после пересадки и вот буквально сегодня я заметила что все таки все таки у него шейка желтеет я все надеялась что принесет что все будет хорошо потому что вот с этой стороны шейка пока относительно зелененькая и как говорится надежда умирает последний я еще подумал что может быть может быть с этой стороны шейка желтеет от того что на солнышке он немножечко у меня подгорел потому что на том же самом подоконнике у меня подгорели как-то бабочки у меня есть видео об этом но конечно надежда это хорошо но лучше снять листочек наверное и посмотреть не стала я его тогда вот отрезать возможно это была моя ошибка и кстати вот посмотрите целиком на кустик после после той зачистки после того раза вот как как он себя чувствует в принципе вот сейчас попробую камеру выше поднять потому что кустик довольно большой и вот верхние листочки чувствуют себя замечательно нижние листочки немножечко опустились вниз совсем немножечко но турбер еще есть у листьев просто как бы они опустились как будто вот под собственной тяжестью ну вот этот лист я сейчас все-таки сниму конечно кто-то сейчас скажет что вот надо было тогда еще отрезать его и можно было бы попытаться спасти этот фаленопсис ну вот такое такое дело что никогда не угадаешь стоило срезать не стоило не не знаешь вот ну-ка что там с шейкой я стараюсь чтобы фокусировка не терялась очень стараюсь ну вот я сняла лист вот что под листом а а под листом непонятно что как будто бы как будто бы все-таки гниет так даже не знаю ну сейчас я отрежу а здесь здесь главный бугорочек хочет почечка проснуться вот он бугорочек почечка для корешочка ну раз уж тут вот все-таки желтизна имеется все-таки я его сейчас режу прям прям вот так вот ну поздно и поздно что ж теперь раз поздно или или попробовать хотя нет что смысл то его срезать ниже если ниже и так была гниль и так ясно что ну вообще-то вообще-то срежу я сейчас чуть ниже и посмотрю а выше чикнуть я всегда успею вот здесь я сейчас срежу его ну это конечно фильм ужасов вот что там это фильм ужасов здесь вовсю гниль я думаю что нет смысла надеяться на этот пенек ну и тот же фильм ужасов принципе и здесь так ну даже если списывать это на высохший цветонос даже если надеть на это давайте еще срежу нет нет так не пойдет режу дальше это вот это я срезала в надежде оставить какие-то корешочки если здесь вот чисто все равно придется срезать отрезать корни так ну здесь все равно коричневые все равно коричневые режу дальше и тут вот коричневая вот эта часть ну да с таким делом никогда не угадаешь сразу отрезать или подержать околимается ну-ка ну и здесь тоже коричневый вот видно в общем потеряла я этот фалинопсис так дальше я возьму ножик все-таки он будет по понежнее чем чем секатор нет здесь вот видите вот пятно коричневое внутри сердцевине самой сердцевине пятно нет это уже все это я так вот и до срезаю щас до самого конца так вот она без шейки останется все равно вот имеется коричневый пигмент вот то что вот вокруг вот это вот это просто пигмент это не болезнь не фузариоз ничего это пигмент вот вот этот вот вот это вот покраснение то что и на листе говорящий о том что в орхидее присутствует красноватый цвет ну вот если вот понадеется все таки я ее так сейчас все изрежу вот кстати вот на это уже можно понадеется может снять этот лист вот так вот сниму я его этот листик вот на этот срез уже понадеется можно ну елки зеленые ну то конечно же эти ничего не осталось ну вот вот все таки все таки надо было прошлый раз его средств не но это это конечно это только моя вина и это только я затянула на этот раз надо было в прошлый раз еще срезать но зато зато этот случай послужит мне уроком уроком таким что если если возникает сомнение резать или не резать надо резать вот получается то же самое что и с корешками которые держатся на ниточках на тяжах которые сомневаешься резать или не резать оставляешь а потом они все равно пропадают все равно гниют эти корни и вот здесь то же самое вот был у меня было у меня сомнение может все таки отрезать и попытаться наращивать и так корни и я не отрезал надо было резать вот так вот так вот бывает и сейчас я конечно ну и не знаю на что тут надеяться ну в любом случае я сейчас сделаю то же самое что я сделала и вот с этим вот приду и в предыдущие разы и в принципе мне это и все это и советует и в принципе я сделала все что могла по большому счету но еще раз повторю всю процедуру замажу максимом замажу фунгицидом с таблеточки с антибиотиком все это замажу и буду ждать детка сейчас я вам покажу деточку сейчас я только сниму эти перчатки чтобы не трогать детку в эти грязных бацильстых перчатках я перчатки стараюсь так снимать чтобы не трогать их голыми руками так что на этот счет вот не чтобы не возникало ни у кого никаких сомнений что я зараженными руками потрогаю детку потому что трогала перчатки перчатки не трогала вот она деточка я не буду ставить ее на стол я ее так подержу я сейчас ее промыла под водой проточной так куда бы убрать чтобы не на зараженную поверхность промыла под проточной водой потому что от нашей воды от того что она у меня лежит вот в той пластмассовой емкости пластиковой вот так вот листочками лежит прям в воде остаются вот такие вот белые разводы на листьях и сейчас я ее подсушу и она и потом и дальше поставлю ее воду я ее пока не сажала она пока что держится пока что вот шейка не желтеет ничего с ней пока не происходит и я уже хотел я думал что в этом видео я буду ее как-нибудь крепить как-нибудь сажать может быть над корой как-нибудь но я пока вот подумай что делать с ними обеими дальше с этим кустиком я сказала что что буду делать сейчас я им займусь и уже не стану отрывать ваше время на все эти мазание максимом ну и дальше буду думать насчет этой деточки потому что если честно я я побаиваюсь и и все-таки пока что коров керамзит в мох я побаиваюсь потому что это все-таки гниль и всякое переувлажнение всякой вот попкой даже даже попкой над водой как бы это может спровоцировать и дальше все это всю эту гниль и наверное я ее буду и дальше держать листочками в воде чтобы попкой кверху она находилась но на этот счет я еще думаю и как что надумаю я вам обязательно покажу покажу и расскажу ну и вам всем большое спасибо за то что заглядываете на мой канал не повторяйте моих ошибок учитесь на моих ошибках пусть все эти мои приключения и заключения с фаленопсисами со всеми этими гнилями и и неудачные и частенько удачные пусть это все будет для вас таким вот наглядным примером как делать как не делать и как как быстро что-то предпринять ну и желаю вам всем здоровья счастья и до новых встреч всем пока до новых видео